Доброе утро! В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кшара. Накануне в Сухуме прошли два митинга. Один на Театральной площади, где собралась оппозиция с требованием отставки президента. И другой у здания администрации президента, где собрались люди, поддерживающие курс руководства Абхазии. После нескольких часов противостояния оппозиционеры приняли резолюцию и направили делегатов к президенту. Переговоры шли в несколько этапов. О результатах первой встречи Рауль Хаджимба рассказал сам. Суть той резолюции, которая была изложена в их выступлениях, как заключение, которое было заявлено, это отставка президента. Но я хочу, чтобы вы все понимали, отставка президента никак не может состояться. Мы готовы разговаривать, но хотим узнать, что вы конкретно помимо отставки президента требуете от нас. Но они говорят, что мы не уполномочены на эту тему разговаривать. Договорились. Пусть и та сторона, и эта сторона продолжают говорить с позиции представителей, которые будут определены и с той, и с нашей стороны. Но я еще раз хочу, чтобы вы знали, каких-либо отставок президента и каких-либо других изменений в составе правительства сейчас никак не будет. И к парламентам, который говорил о необходимости и возможности диалога, разговора по вопросам структурных изменений, о том, чтобы была возможность в течение ближайшего времени внести соответствующие изменения, то есть конституционные изменения, части, касающиеся формирования кабинета, министров, вопросы, связанные с выборной процедурой, парламентом, все это предстоит нам сделать. Мы обещали это делать. И мы делаем эту работу. Но взять и сегодня в одночасье все это реализовать было бы просто невозможно. Посмотрим. После первого этапа переговоров встреча представителей оппозиции и сторонников власти продолжилась в Министерстве обороны с участием министра Мираба Кишмария и ветеранов войны. Позже к переговорам подключился и президент Рауль Хаджумба. Участники встречи пытались достигнуть компромисса. Позже к переговорам. Позже к переговорам. Подробнее об обсуждавшихся на переговорах предложениях рассказал своим сторонникам Аслан Бжани. Однако далеко не все представители оппозиции приняли положительно предложенное решение. Недовольные таким результатом, часть митингующих двинулась к администрации президента и к зданию парламента. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я сейчас не услышал. Я вот и смысл понятен могу. А там, в общем-то, наоборот, я реально везу эту ситуацию. А она еще будет более накаленная. Я так думаю просто. Прижалю, я вообще извинения большие, но я смысла не вижу. Саид, парламент принял такую функцию стать не так миротворцами. Для нас важно, чтобы каждый из людей, присутствующих сегодня здесь, пришел к своим семьям спокойно накануне Нового года. И парламент сделает, чтобы выйдет ко всем сторонникам, потому что мы все являемся единым народом. Это все, чтобы ваше решение, мы его там на улице с ним. Как вы скажете, вам удобно, мы можем и с этой, и с той стороны поговорить. Мы взяли на себя эту ответственность, этот крест, мы его будем нести до конца. Парламент, который мы будем нести до конца. В парламенте мы услышали то, что я вам сказал, в подтверждение этого. Представитель парламента может выйти, это вам прогарантировать. Мы видели документ, там нужно его немножко исправить, в бане профессиональной. Если это нас каким-то образом, мы это воспринимаем как итог нашего дня, он такой. Если как-то по-другому, ну, тогда по-другому. Да, вот такие, ничего нового. То, что есть, подтверждается. Парламент сейчас хотел вместе с нами выйти, потому что мы сказали, пока этого не делают. Может выйти, хотел привезти, да, как есть, по-другому, сказать, теплые, пятые, десятые. Самое главное, что политическая борьба будет продолжаться дальше. И ничего другого не будет. Но есть, по этому должны быть люди, желательно здоровые, живые. Это школа, это шаг, это политическая работа, политическая борьба. Государство свое собственное строит таким образом. А путем насилия разрушают государства. Этого не нужно делать. Никто никого не боится. Если боялись, тогда не пошли бы. Мы туда пошли. Там могло быть все, что могло быть. Мы там были. Я не знаю, сколько раз ты ходил в атаку, чтобы тебе не скажут, что ты трус. Сколько раз ты там был? Я был 65 раз. 65 раз. Суратович? Ну, не помню сейчас. Не помнишь, правильно. Сколько раз ты знал, сколько раз пошли. Что еще нужно сделать, чтобы вы знали, что вы герои? Нужно сделать, слушать своего лидера. Вот что надо делать. Или найти лидера, которого слушать. У нас есть, как мы его будем слушать. А это все, что мы не знаем. Потому что вы достойнейшие люди. И все было сегодня правильно. То, что здесь озвучивалось неоднократно, то, что мы здесь озвучивали, все это нашло подтверждение в том документе, который мы там увидели. Там они не совсем поняли друг друга. Я сказал, что я не буду его подписывать. Пусть переделывают. Они его переделывают. Писатель парламента готов был выйти, подтвердить. Сейчас он может прийти. Нужно будет, можем подождать, бумагу принести. Не считаю нужным для себя делать таким образом. Поздно ночью к собравшимся возле администрации президента своим сторонникам вышел Рауль Хаджимба и сообщил о достигнутых с оппозицией договоренностях. А затем состоялся брифинг спикера парламента Валерия Бганба. Рауль Хаджимба 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Говорит, кто-то может быть недоволен каким-то результатами переговоров. В первую очередь это касалось, к сожалению, оппозиционной части наших граждан, которые были сегодня собраны. Наверное, есть недовольство и среди сторонников власти. Но я еще раз повторяю, выиграл сегодня абхазский народ. Выиграла сегодня абхазская государственность. Мы еще один раз, еще один шаг сделали, показав всем, что мы можем договариваться. Что у нас есть потенциал, который нам позволит решать спокойно эти конфликты. Но есть одна пословица. Умный выйдет с любой ситуации, мудрый в него не попадет. Хотелось бы нам быть мудрее, конечно, чтобы в такие ситуации больше не поправить. Основная задача парламента была, чтобы политические лидерности или заступы переговоров, официализованной, дипломатичной, вели дискуссию. И сегодня парламент, вчера и позавчера стал такой площадкой для того, чтобы все могли выразить свои мысли. Это нам всем удалось. Мы все сели за стол переговоров, говорили о многих вещах. И пришли сегодня к тому, что приняли такое доброе решение, что каждый из тех людей, которые сегодня присутствовали, вы видели, вернули свои семьи. Это самое большое достижение, как стало спикер парламента, сегодня победили все. Все вернули свои семьи, вернули свои дома. И для нас это очень важно, чтобы в последующем парламент мог быть той площадкой, где мы всегда могли дипломатично выражать свои мысли, находить и приходить к общему мнению. Мы действительно пришли к пониманию и согласию. И даже если перейдем к практическим вопросам и кадрам назначения, то мы надеемся и уверены, что те предложенные кандидатуры, в том числе и судей Конституционного суда, они будут не связаны с политическим пристрастием данных кандидатов исходить, будут исключительно из профессиональных качеств, знаний, теоретических, практических знаний и беспристрастностей. Мы очень надеемся, что в любом случае парламент будет принимать решение, так как со всеми данным в прошлом и парламент представлял кандидатуры на должность в суде Конституционного суда, и президент представил, но мы так и не смогли сформировать в полном объеме, в полном составе Конституционный суд, действительно важнейший орган Конституционного контроля, благодаря которому мы надеемся, что Конституционная стабильность у нас будет, не по крайней мере, он будет такой вот фундаментом и основой возможных дальнейших и конституционных вопросов. Действительно, главный здесь наш мотив был услышан, что основа и возможность предотвращения в будущем каких-то политических кризисов и разногласий является изменение подхода к государственному устройству посредством перераспределения полномочий. Самое главное, что и мы свое обещание выполнили, что и уходим сегодня с чувством выполненного долга, что самое такое страшное, непоправимое не произошло. И, как и мы говорили, что всегда опасный народ в своих традициях всегда находит мудрое решение, чтобы сохранить мир и согласие. И к завершению выпуска о погоде. Сегодня в Абхазии ожидается переменная облачность. Временами возможен кратковременный дождь, дождь со снегом, местами снег. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин